Всем привет! Всех снова рад приветствовать на канале Ролим Лайф. Ребята, сегодня у нас будет снова бомбический видос. Снова меня будет бомбить. Снова тема будет... Жоподробящая. По-другому, блин, не скажешь. В общем, сегодня я хочу поговорить с вами о такой вещи, как время. Вот, вы знаете, время... Вообще, по сути, что такое время? Время это самое ценное, что у нас есть. Вот, если об этом вот так вот погрузы задуматься, вы только вот представьте себе. Вот у нас сегодня, так, 22 ноября, пятница. Да? Пятница. Да, пятница. 22 ноября, пятница 2019 года больше не будет никогда. Время идёт, время уходит. Проходят дни, проходят недели, проходят месяца, проходят года. Когда мы стареем, наша жизнь так или иначе подходит к концу. Тем более, что жизнь наша, она у всех разная. Кому-то отведено 30, кому-то 40, кому-то 50, кому-то 60, кому-то 70, кому-то 80, кому-то 90, кому-то 100. Всем по-разному отведено в этом мире находиться. И никто не знает, сколько кому конкретно отведено. Поэтому время – это самое ценное, что есть у человека. А у меня, у меня по жизни так получается, почему-то, что моё время, вот лично моё время, я не знаю, как у вас, наверное, у кого-то тоже есть такая проблема, да? Но вот лично моё время, да, никто никогда не ценит. Многие считают, что если ты инвалид, если ты сидишь дома, ты не ходишь на работу вот туда, на завод и так далее и тому подобное, то ты бездельник, то ты безработный. И что тебе вообще нехера делать, абсолютно. Ребята, я сплю по 4-5 часов в сутки. Мне не хватает времени на сон. Я… Да, я работаю дома, в интернете, но… Но я работаю. Как вы это не понимаете? Многие не этого не понимают, что… Это, это, блядь, адский труд на самом деле. Это сутками сидеть за компьютером, сажать свои глаза, и вообще меня иной раз просто тошнит от, от вида монитора уже, просто вот. И от цифр, и всего этого прочего на экране. Это ладно, это что происходит сейчас, да? То есть сейчас, как бы, люди не понимают того, что я работаю в интернете, там что-то сихриняя, типа, и всё такое прочее. Ладно, окей. Но так было всегда, даже с моего детства. Вот, начну с самого начала. В связи с тем, что я в детстве, да, я учился в школе, как бы, я не в школу ходил, я был на домашнем обучении. Учителя ходили ко мне прямо домой. Значит, было разопределенное расписание, то есть мама у меня ходила, брала ежегодное это расписание в школу, там, да, и я, значит, там были все расписаны, учителя, все по дням, по предметам, по времени и так далее и тому подобное. Ладно, значит, предположим, там, пятница, русский язык, русский язык и литература один, учитель, ну, значит, предположим, там, 11-0-0 утра. Уроки у меня, по-моему, начиная с самой ранней, у меня был, по-моему, в 10, потому что у них там, в утром в школе там свои дела, потом она приходит ко мне. Значит, по-моему, самый ранний, если я не ошибаюсь, по-моему, самый ранний был у меня 10 утра, но не суть, опять же, да. Значит, предположим, 11 утра, там, что уроки были разные, и в час, и в два, и там, и в три. Вот, значит, предположим, 11 утра, значит, русский литература, предположим. Пятница, значит, все, собрался, сижу, жду, у меня был столик, специальное кресло, кресло, все, значит, типа, типа парты назовем так, да. Все, значит, умылся, собрался, проснулся, собрался, там, позавтракал сижу, жду. Время 11-05, никого нет. Время 11-10, никого нет. 15-20, никого нет. Что делать? Мне там, допустим, было там, получается, первые три класса, это начальник школы, там мне было, значит, 10 лет, когда уже пошли учителя там, допустим, ну, разные там, да, когда уже на каждый предмет свой учитель. Ну, предположим, мне было там 10-11, ну, пусть 12 лет. Ну, ребенок же, правильно, согласитесь, ребенок. Ну, точно же сидеть на одном месте, вот тупо сидеть и ждать, и ничего не ждать. Соответственно, я то телевизор включу, там, какие-то мульты, да, там, то достану, блядь, коробка у меня была такая здоровенная, с лего, там, сижу, там, лего ковыряюсь, собираю, там, да. Как бы, что делать, сижу, жду, сижу, жду, что делать-то. И вот, как бы, и вот так постоянно, то есть, как бы, а когда они приходили, да, уже, там, придет, там, она, допустим, мне с 11.00 придет, там, в 11.40, там, я или мама у меня спросит, а, типа, по расписанию же в 11 часов, а тебе вот, а чего ему делать-то подождет? Представляешься? А что ему, говорит, делать-то подождет? И вот так было всегда, понимаете, надо мной, как с самого начала, вот, по этой, по жизни, как издевались, в этом плане, так и все вот это вот до сих пор, никто не ценит мое время. Я не знаю, мне все время везет, допустим, вот, договоришься с какими-то людьми, тогда, там, это, там, сантехники, электрики, там, я не знаю, там, ну, мало ли там по жизни что бывает, да, как кого-то там ждешь, да, никогда никто не приходит вовремя. Вот верите, нет? Никогда никто ко мне, никогда никто не приходит вовремя. Постоянно, я уже даже, уже до такой степени к этому привык, что я уже даже не удивляюсь, я уже, уже заранее к этому готов, вот, там, скажут, там, допустим, в час дня, там, допустим, раньше, пол-2 уже можно не ждать. То есть ты уже заранее знаешь, что ко мне, нахуй, никто не придет вовремя. Это бесполезняк. Вообще, я, я не знаю, вот никто не сейнет в мое время. Дальше, значит, расскажу. Значит, после школы я два года отучился, от художественного ко мне ходил учитель, да, и там были разные, проводились всякие мероприятия, тоже для детей на лидерах и так далее, подобные, там надо было делать картины, поделки, рисовать, все прочее такое прочее, да. И, как бы, там получалось так, что некоторые люди, там, допустим, болели, там, или что, и, чтобы они не выбывали, там, из конкурса, там, из какого-нибудь, например, там, да, там, или из участия, а учителя искали, кто бы за них сделал эту работу, да. Кому эту работу предлагали? Естественно, мне. А почему? А потому что все считают, что мне нехер делать, потому что я сижу дома. Мне постоянно навязывали вот эти вот дополнительные работы, и мне приходилось их делать, потому что я такой человек, который не откажет, и, как бы, и вот так. Но, по сути, я делал работу за других людей, и, как бы, я тратил на это свое время, и так бы, и мне прямо, прямо этот учитель мне прямо говорил, заявлял, я говорю, блин, тогда там что-нибудь там начнешь, не то, что залупаться, а там что-нибудь скажешь, блин, да, что, ну, там, блин, мне свою работу делать, на, там, туда-сюда. Да что тебе сделать-то сделаешь? Прямо вот так, представляете? Прямо вот так угодно. Да что тебе делать-то сделаешь, типа? Хер тебе делать-то? Ладно. Значит, когда уже я стал, как, скажем, взрослым человеком, да, стал разбираться в компьютерах, для тех, кто не знает, поясню суть. Я в компьютерах разбираюсь как? Я разбираюсь, по большей части, в программной части. То есть, перестановить винду, настроить какой-то софт, почистить от вирусов, вот, все это такое вот, и так далее, и тому подобное. Пайкой, и ради, что касается радиомеханической части, я не занимаюсь. У меня нет, я не умею, я даже не умею паять, я двух проводов не спаяю. Я, как бы, спаять-то спаяю, чисто теоретически, у меня отец на моих глазах раньше постоянно что-то там паял, да, но я, ну, просто сам, сам никогда этого не делал, не пробовал, и тем более, ну, два провода я, конечно, спаяю, если будет надо, да, там, тупо, да, если знаю, что этот провод-то, точно должен быть спаян вот именно вот с этим проводом. А так, чтобы вот разбираться в самой электронике, там, какие конденсаторы, куда, чего, что, дорожки вот эти вот на платах, это всё, я эту силу, это всё для меня кем-то не лезу, поэтому, кем-то, я не лезу. Я могу, что, например, если это системный блок, обыкновенный стационарный компьютер, я могу его полностью перебрать по блокам и заменить неработающий блок, то есть снять и поставить в него новый. Блок питания, видеокарту, жесткий диск, процессор, кулер, ну, мой блок абсолютно поменять, я поменяю, но ремонтировать этот блок изнутри, я, я это не моё. Вот. А так вообще, больше вообще по программе части я. И это касается не только компьютеров, я хорошо разбираюсь в андроиде, в андроид-телефонах, вот. Ну, всякие такие, планшеты, муки и всё такое прочее. Ну и вот, когда я, люди узнали об этом, что я, как бы, этим занимаюсь и хорошо в этом соображаю, что стало происходить. Мне все и отсюда тащат компьютеры. Компьютеры, телефоны, ноутбуки. Ну и как вы думаете, многие товарищи делают это на сару. То есть, как бы, эээээ. Кто из вас, ну, как бы, кому, как говорится, не лень, погуглите, да, сколько стоят подобные услуги. они стоят немало ну а вас и делать нехера как многие считают поэтому сделайте с ним не сделается вот такие вот ребята дела то есть как бы я вообще конечно я никогда не откажу близким друзьям это не вопрос да и родственники мои друзья как вы говорите никогда передо мной не останутся в накладе да то есть друзья тоже помогают чем могут кто что может какими-то услугами кто-то финансово кто-то как бы это это вообще не вопрос близкие друзья которых я реально могу назвать друзья это это не вопрос это родственники друзья это 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 как говорится да святое для меня я человек общительный уважительный всегда всем все сделаю все без проблем без всяких но бывают такие персы которые я не знаю вообще то есть я их видел там я не знаю два раза в жизни а то и один и они учесть а то и через десятки руки передают там я не знаю родственников 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 ноутбук там какой-нибудь тогда для ну ребят это вообще пиздец доходило до того что один раз давненько уже правда это было наверно с год назад короче один лава знакомый мне человек обратился что его надо сделать на букву время так этого не хотелось потому что ну я вот мне вообще его не знаю короче говоря ладно хер с ним ну баси же профан он короче согласился вас это и короче перетащили вот этот ноутбук а а сядем меня с человеком как бы нет у меня нет его соцсетей так допустим только один номер телефона нет номер телефона его жены это просит так далее притащила мне этот ноутбук и как бы все ну я человек такой который как бы если мне принесли значит надо сделать то есть нет у меня такого тогда пахуизма то есть так валяйте там неделю 1 хусь не когда-нибудь сделаю нет если мне принесли меня 5 ночи пах не буду но я сделаю да и короче говоря сделал я этот ноутбук где-то течение дней там было много мороки винда антивирус еще чего-то короче уже не помню год назад это было даже не помню какой ноутбук то ли но по-моему вот сделал чё звоню на этот номер на его номер как бы как какой я знаю один единственный одна единственная с ним связала это его номер телефон звоню абонент не абонент телефон выключит абсолютно ладно звоню вечером абонент не абонент звоню на следующий день абонент не абонент а потом пошло дней пять является без званка без ничего ну во первых насчет того что приличные люди звонят спрашивают можно подойти ну мало ли нет он является ко мне давай я говорю я звонил я говорю абонент абонент а говори это летали получается что люди на солнце шевелись топырились в море поискались и что там они делали я хуй знает а я ебался два дня с этим ноутбуком за сколько за 0 рублей 0 копеек вот такие вот ребят дела вот так и живем бывает немного бедно поэтому что хочу сказать резюмируя и подводя итог этому видосу цените дамы и господа свое и чужое время даже свое время цените потому что время она скоротечна и никто не знает сколько кому отведено быть на этой земле в этом мире распределяйте свой день свое время своими недели свои месяца свои года всю свою жизнь распределяйте правильно для того чтобы потом ближе к старости когда вы уже будете понимать что больше эта часть жизни прожита чтобы вы не жалели о том что вы растрачивали время зря так что ребят это все не шуточки обратите на это свое время внимание внимание на то как вы распоряжаетесь своим временем временем своих близких родных и так далее и тому подобное да у меня на этом все буду закругляться что-то я сегодня затянул совсем видос всем пока ребята до встречи следующих видосов нас как всегда впереди ждет очень много нового и интересного всем пока